Дорогие братья и сестры, всем сегодняшним воскреском, в евангельском чтении мы слышали евангельское повествование о двух чудесах, сотворенных Господом нашим Иисусом Христом. Первое, это исцеление кровоточимой женщины, которая 12 лет страдала кровотечением, обращалась ко многим врачам, как подчеркнуто в Евангелии, источила на них, то есть истратила на них все свое имение, помощи не получила. И вот великая надежде, с великой вере, она, как думала, тайно прикоснулась с самой заде, к одежде Господа нашего Иисуса Христа. и получила исцеление. И когда это все открылось, Господь ей сказал, вера твоя спасла тебя. исцеление дочери Иаира. И Иаир, если он и пришел ко Христу, просить Его, чтобы Он пришел к Ним домой и исцелил Его дочь. Но пока они двигались к дому, пришли Его слуги и сказали, не утруждай учителя, потому что дочь твоя скачалась. То есть, все. Ничего больше произойти не можно. Никто ничего уже сделать не может. На что Христос сказал, не бойся только веры. И как мы знаем, как мы слышали в Евангелии поисковывания, Господь пришел в дом, причем все окружающие над ним смеялись, что Он говорит о том, что девица спит, а не умерла. Потому что действительно, ведь весь опыт жизненный им показывал и доказывал, что девица умерла. Но Господь всех оставив только с родителями и с тремя своими учениками, вошел в эту горницу, где лежала умершая девица и возвал ее. И самая дочь Иогира встала в воскресенье. Вот эти два случая, они еще и еще раз показывают, что у Господа нет ничего невозможно. И что самое главное для нас это наша вера. Наша вера в том, что Господь все может, что Господь в любых обстоятельствах может нам помочь. И Аиру Господь сказал, не бойся только вера. А мы очень часто уподобляемся домашним Иаирам, которые удостоверились в том, что девица умерла. И сами считают, что ничего больше сделать невозможно. И вот мы точно так же порой что все конец ничего в наших обстоятельствах сделать невозможно. Но нам нужно одно с великой верой просить помощи у Бога. С великой верой и с тем, как просил отец бесновавшегося отрока из другого еванинского чтения. веруя Господи помоги моей милей. И Господь доукрепит во всех нас нашу веру. И поможет нам не оглядываться на нас жизненный опыт, а единственное прибегать к Господу. Храни вас веруя Господи. Спасибо, Спасибо, Господи. Продолжение следует...